Осень. Время подведения итогов летней оздоровительной кампании школьников. В этом году, ни много ни мало, 66 тысяч детей отдохнули в загородных лагерях Тверской области. 3 октября губернатор Игорь Руденя провел здесь здание правительства Верхней Волжи, где был рассмотрен этот вопрос и определены задачи на будущий год. Ирина Синягина расскажет все подробности. В 2023 году на территории Верхней Волжи работали 864 лагеря различного формата. Загородные, палаточные, пришкольные. Количество детей и подростков, охваченных летним отдыхом и оздоровлением, в этом году выросло сразу на 20% и составило 66 тысяч человек. Летом более 4 тысяч ребят приобрели полезные навыки и опыт в 317 лагерях труда и отдыха. Следует отметить, что в рамках развития трудового воспитания подрастающего поколения у нас в три раза выросло количество лагерей труда и отдыха. Такая форма летнего отдыха наших детей очень важна, потому что формируется нормальное, хорошее, доброе отношение между молодежью, между коллективами. Также в регионе функционировали 35 палаточных лагеря. В них побывали свыше 2600 детей. В рейтинге 2023 года по охвату организованным отдыхом детей Тверская область вошла в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа. В каждом лагере в течение лета проводились Дни российского движения детей и молодежи, в которых приняли участие свыше 40 тысяч человек. На базе загородного лагеря «Чайка» проведены смены «Орлята России» и «Движение первых». Говоря о «Движении первых», то в этом году состоялись три профильные смены. В каждой смене прошел тематический день, день первых, для того, чтобы познакомить максимальное количество ребят с деятельностью, ценностями миссии нашего движения, погрузить их деятельность на нашу работу. И более 40 тысяч ребят также в этом году, участников движения Тверской области, с движением познакомились. Лагеря для самоопределения ребенка является очень важным направлением и уникальным местом, которое позволяет построить свои планы на будущее. Правительством региона большое внимание уделяется этому направлению – развитию разных форм детского отдыха, отметили собравшиеся эксперты. Заместитель председателя правления фонда развития детских лагерей Артем Саморуков подчеркнул положительный опыт Тверской области регионального правительства в сфере государственно-частного партнерства, в сфере оздоровительного детского отдыха и вовлечения правительства в координацию деятельности лагерей. Это очень важно. Не в каждом регионе. Создается на уровне правительства концепция развития системы на такой длительный срок, как это сделано в Тверской области. Фонд развития детских лагерей издал аналитическую монографию экспертов фонда, в которых проанализировал систему детского отдыха всей страны. Губернатор Тверской области стал первым главой региона, которому вручили это издание. Говоря о летней оздоровительной кампании, то в её организации было задействовано более 7,5 тысяч сотрудников. Из них более тысячи вожатых, прошедших обучение в ресурсном центре вожатой Тверской области. В этом году 69 вожатых подготовил Институт педагогического образования Тверского госуниверситета. Педагогический состав института предложил создать в следующем году инструктивные трёхдневные сборы для вожатых, поскольку половина студентов ни разу не была в летних лагерях и не представляет саму модель лагеря. Они моделируют такую ситуацию, что вожатый проживает за три дня весь период лагерной смены и может посмотреть на это глазами ребёнка. В то же время он обучается вожатскому мастерству. В следующем году кадров будет больше, рассказала Татьяна Кореиславская. В ходе летней оздоровительной кампании через модули смены «Вектор открытий» дети познавали свой родной край, знакомились с героями страны, изучали основы начальной военной подготовки, правила здорового образа жизни. Продолжена традиция проведения военно-спортивной игры «Зарницев», в которой в этом году участвовали более трёх тысяч детей и подростков из 40 муниципалитетов. Организована встреча с героями СВО, подготовка писем и посылок для бойцов, которые находятся на передовой. Встреча с представителями Русской Православной Церкви. Всего проведено порядка 500 таких мероприятий, участниками которых стали более 31 тысячи детей. Губернатор Игород Дени поставил задачи по подготовке к лету 2024 года. Третье – это дополнить спортивную программу кубками и соревнованиями между лагерями по видам спорта, такими как футбол, волейбол и другие доступные виды спорта. Также задачи – это по подготовке вожатых и тех, кто будет заниматься с ребятишками, но это помощники вожатых, соответственно. Конечно, требует отдельного направления подготовка пищеблоков и персонала, который работает. Стала хорошей традицией проведение на базе Тверского госуниверситета цикла образовательных мероприятий для гостей из новых территорий Российской Федерации. В этом году Тверскую область посетили 20 студентов-филологов из Донецкого педагогического университета, а 37 школьников из Бердянска отдохнули в лагере «Чайка» Вышневолодского округа. Кроме того, на заседании правительства были рассмотрены итоги организации трудовой занятости подростков в летний период и обозначены задачи в этой сфере на 2024 год. В 2023 году по поручению главы региона было увеличено количество временных рабочих мест для подростков в сферах здравоохранения и туризма. Рабочие места для школьников также были созданы на крупных региональных предприятиях. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся поддержки сельхозпроизводителей реализации инвестиционных проектов.